Девушки отдыхают К сынам обратились в жилищные органы по поводу приватизации. Но приватизацию нам отказали. Отказали из-за того, что... Даже не могу, как сказать, что они могут сделать только на сына приватизацию. Так как я право на приватизацию утеряла. Утратила? Да, утратила, да. Ну, если я согласна буду, по моему согласию, его приватизация будет. Но я с этим не согласна. Или на двоих пускай приватизируют, или никак. Объяснили тем мотивацию, что... Ну, что вот я утратила свое право уже на приватизацию. Но вы утратили. Вы его не утратили, вы его использовали. Ну, использовала, да. Потому что это было в 92-м году. У меня квартира у родителей, в пятиэтажке. Я с ним проживала. Вот мы приватизировали квартиру. А, все, я наконец никак не могла понять. Теперь я поняла. То есть в этой ситуации у нас закон, федеральный закон о приватизации предусматривает возможность так называемой бесплатной приватизации. То есть ситуации, при которой государство передает в собственность граждан квартиры муниципального фонда бесплатно. То есть без выкупа один раз. Правильно? Один раз. Поэтому, если я правильно понимаю, органы местного самоуправления как раз и отказали вам в виде жилищного фонда. отказали в проведении, то есть о заключении договора о передаче жилья в собственность в порядке приватизации, аргументируя свою позицию тем, что вы один раз уже участвовали в приватизации и стали собственником. Ну и что вам непонятно здесь? Ваша честь. Дело в том, что в 95-м году я уже говорила, что мы приватизировали квартиру у моих родителей в пятиэтажке, где я проживала. В этот момент в приватизации у меня сын не участвовал, потому что он был прописан у моего мужа, у родителей моего мужа, и муж там был прописан. И поэтому он не участвовал в приватизации. Мы решили потом расприватизировать квартиру, так как узнали, что наш дом идет под снос. Дом под снос, что как бы муниципальное жилье, оно муниципальное жилье, дадут нам квартиры. А, то есть вы отказались от приватизации? Расприватизировали квартиру. Исходя из того, что если вы собственники, то при сносе ветхого жилья вам должны дать каждому собственнику в соответствии с долей, которая причитается. А если это жилье, которое занимается по договору социального найма, то должны вас обеспечить жильем в соответствии с количеством членов семьи. А если несколько семей, то давать отдельное жилье. Ну, вот расприватизировали квартиру, и нам дали две квартиры, то есть родителям дали. Нет, ну, естественно, согласитесь со мной, но у вас какой-то очень странный подход. То есть вы понимаете, что вам нужно сначала приватизировать, потом вы говорите расприватизировать, теперь опять приватизировать, а государство каждый раз должно под вас подстраиваться. Да, у вас сейчас это желание, потом у вас вот это желание, потом вы это узнали, потом это узнали. А с какой стати-то? Ну, знаете, Ваша честь, с мужем мы разошлись, как бы нам дали вот эти квартиры, ну, родителям одну квартиру, нам с сыном вдвоем другую, но сын, не сын, а чудовище растет. Ну, у нас не дает государство по второму разу бесплатное жилье, понимаете, потому что вы разошлись с сыном, или потому что вы не... Ваша честь, ну мы же расприватизировали эту квартиру. Это считается, что мы не приватизировали. Нет у нас в законе. В законе я тоже не могу там, знаете, согласиться с этой формулировкой, ну, условно говоря, да, потому что жизненные ситуации бывают очень разные. Но в законе очень четко сформулировали. Один раз бесплатно, один, все. И никаких нет толкований. Ваша честь, вы понимаете, потому что жилье муниципальное, его никак нельзя разменять, чтобы на две однокомнатные... Можно. А если будете в собственность, как разменяете? А в собственность продадим ее и купим себе. Хоть в Скайблежащий под Москвой. У нас есть риэлтор очень хороший, который уже нашли покупатель. И будете опять жить с сыном? Нет, зачем? Мы копим себе поднушки. Он, правда, не хочет. Он хочет со мной жить, но я не хочу. Он наркоман. Он все вынес из квартиры. Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что ваше муниципальное жилье нельзя разменять? Расскажите мне. Ну, потому что, ну что, из двухкомнатной квартиры можно поменять комнату, коммуналку и однокомнатную квартиру. А если она будет собственность, то можно продать и купить две однокомнатные. Пускай туда в Подмосковье где-нибудь. А купите, тогда разменяйте на две однокомнатные в Подмосковье. Что вам мешает? Мешает. Что? Я не знаю, Лисец, либо вы недоговариваете, либо вы недопонимаете. Вот что-то одно из двух. Я в большей степени склоняюсь, что не договариваете. Так, документы мне ваши передайте, пожалуйста. Пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Да, действительно, Ваша честь, гражданка, обратилась к нам с просьбой о приватизации, в чем ей было отказано в связи на основании закона о государственной приватизации, в связи с тем, что право было уже один раз использовано. Как говорится, закон у нас не резиновый, и то, что у них с сыном происходят в семье разные там разногласия и семейные, грубо говоря, разборки, ну, это в законе нигде не прописано, и мы не имеем права ссылаться на личные качества граждан, правильно? То есть, как бы, мы не можем приступить к закону. Поэтому на основании этого, естественно, было отказано. Мало того, они получили один раз жилье, от государства, то есть, родители получили, когда, будучи, они приватизировали первую квартиру. Гражданка с мужем, я так понял, в ходе просто предварительного как бы проверки, гражданка с мужем получила двухкомнатную квартиру, ну, в конце концов, как бы, закон-то и так им пошел навстречу, предоставил все блага для удобного проживания, для, как бы, чтобы все было хорошо у них. Ну, а тут, получается, как бы уже чересчур. Ну, как хорошего, если он наркоман, ну, как с ним жить? Он на тот цвет меня хочет угнать. Ну, размениваете, как разменивают мунициплины. Ну, я ему говорю, езжай в коммуналку. Ваше решение передайте, пожалуйста. Подождите минуточку, подождите. А я на старости лет что-то должна? Подождите минуточку. Вы говорите, что у вас сын наркоман. Наркоман. Мы приглашали его к себе для беседы. У меня нет оснований считать его наркоманом, потому что он не состоит ни в диспансере на учете. Ну, есть же наркоман, который не состоит. Не обязательно, чтобы состояли. В комнате милиции для несовершеннолетних он не состоял. Сейчас в милиции на учете приводов у него нет абсолютно. Поэтому считать его наркоманом у нас нет оснований никаких. Ах, хорошо. У нас заявлено в процессе третье лицо. Если я правильно понимаю, речь как раз идет о сыне вашем. Да, пригласите, пожалуйста. Обязал третье лицо. Третье лицо, пройдите. Вот он, красавец появился. Смотрите на него. Наркоман. Нет, Ваша честь, я так понимаю, внешний вид человека еще ни о чем не говорит. Может быть, он болен каким-то заболеваниям. Ничего себе, смотрите. Простите, Ответчик, тут я не могу с вами согласиться, что внешний вид ни о чем не говорит, к моему большому сожалению говорит. Лицо какое, руки. Истец, это ваш ребенок, а не мой. Что руки-то, маман? Вырастила сына. Не гони волну. Ну вот видишь как. Так, выражение, выражение выбирайте, пожалуйста. Пожалуйста, я вас слушаю. Меня зовут Шершаков Олег Витальевич. Понимаете, я хочу сказать, что я люблю свою мать. Да, любит он мать. Да, я приватизирую эту квартиру, мы ее продадим и купим другую. Да, Ваша честь, купим другую. Купим. Истец, скажите, пожалуйста, а зачем нужно эту продавать и покупать другую? Вы мне не скажете? Наркотики. Истец, я не с вами разговариваю. Почему наркотики? Есть, Ваша честь. Ну мы можем, понимаете, от покупки квартиры, мы можем купить квартиру в Подмосковье, и от покупки квартиры у нас, ну, естественно, останутся деньги. Ну, мы можем их потратить на себя. А на себя? Ну, например, мебель купить новую. Ты ее пропил уже. Подожди, маман. Мебель купить новую там. Хавки нормальные. Вот, видите, какие слова у меня? Что нормальные? Ну, хавки там, похавать там. А, в этом смысле, да, я поняла. А что так? Вы похаваешь. Простите, простите, пожалуйста, а вы где-нибудь работаете? Я? Да. Нигде он не работает. Истец, ну, правда, я не с вами разговариваю. Ну, я не с вами разговариваю. Вы где-нибудь работаете? Временно. Временно нет. А временно это сколько? Временно там полгода. А до этого где работали? Грузчиком. Грузчиком. А зарплата? Ну, зарплата. А я вагоны разгружал. Я понимаю. То есть мама содержала? Вот именно, что мама. Истец, ну, правда. Мама, я не с вами разговариваю. Ну, я маме тоже там бабло отсыпал. Да, да, отсыпал. Что делали? Ну, деньги давал. Понимаете, я прошу прощения, конечно, я еще не в полном объеме. Я просто, может быть, не успеваю за неким сленгом, который у нас складывается в бытовой среде. Да, понимаете, в чем дело? Угу. Да, и я поэтому приношу извинения. А вот это у вас давно? Что? Вот это, да. А, ну, он пришел под наркотиками. Нет, я спрашиваю. Что наркотики? Мама, я завязал давно. Подними руку с ройку. Ну, 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 ударился тут. Подними, покажи. Упал. Гаденыш. Это там, туда. Все нервы вымотал. Суд удаляется для принятия решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования сца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив третье лицо в судебном заседании, просмотрев все представленные документы, в иске об отмене решения, которым отказано в заключении договора передачи жилья в собственность в порядке приватизации и об обязании заключить с юстицией и ее сыном данный договор, суд считает необходимым отказать. Суд не отменяет оспариваемое решение, которым юстиция отказана в приватизации совместно с сыном, занимаемой ими в настоящее время квартирой, потому что в соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения один раз. Только несовершеннолетние, приватизировавшие жилое помещение, имеют право на вторичное участие в приватизации, но только уже в совершеннолетнем возрасте. То есть в данном случае сын истицы, даже если бы он, будучи несовершеннолетним, участвовал в приватизации, имел бы право еще раз участвовать в приватизации на жилое помещение. То есть для сына это могло бы иметь значение, но поскольку эта квартира была ваших родителей, правильно, то к этому моменту речи о сыне тогда и речи быть не могло. Поэтому в этом случае могла бы возникнуть такая ситуация, и тогда можно было бы говорить о разрешении приватизации вашего сына. Но в этом случае он в совершеннолетнем возрасте использовал свое право на участие в приватизации, следовательно, та же самая ситуация, как и у вас. Бесплатно один раз государство дало вам возможность получить собственность бесплатно и перевести данное жилое помещение из муниципального фонда в собственность. Поэтому оснований для удовлетворения заявленных исковых требований нет. Еще раз обращаю ваше внимание. Без согласия матери вы приватизировать сами ничего не можете. Вы это понимаете? Понимаете? Вообще да. Так, истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Буду искать варианты разменять квартиру. Ну что же делать? Сыном таким жить невозможно. Мы действуем строго по боку закона. И отступать от нее мы не имеем права. Продолжение следует...